Всем привет, мои дорогие! Приветствую вас на моем канале в гостях у Лалекум. Напишите, как ваши дела, как ваше настроение. Надеюсь, что все у вас хорошо. Не так давно на просторах интернета я наткнулась на одну страницу ювелирной компании, которая изготавливает изделия из серебра. Я, естественно, всем этим заинтересовалась, перешла к ним. И после долгого выбора решила заказать для себя украшения из серебра, поскольку их у меня не было. Как вы уже заметили, я в основном ношу вот это вот изделие. Такие вот веселечки люблю. Они с одной стороны удобны, с другой стороны неудобны. Неудобны тем, что бывает утром просыпаешься, они как будто бы вот тут вот запутались. Потом приходится их распутывать. И бывает, если во время купания забыла их снять в ванной, да, вот они теряются. Бывает, что выпадают. Вот. Но я их люблю. Люблю, потому что на это и есть у меня моя причина. Я как-нибудь об этом вам расскажу. А сейчас я вам хочу показать мой выбор. То, что я для себя заказала. Пойдемте смотреть. Посылочку я получила в таком виде. Сама эта компания находится в Вериване. Значит, у них курьерская доставка. Эта посылка там пришла. Буквально вот после заказа, где-то на пятый день я бы получила. Доставка по России у них совершенно бесплатная. Вот за пределами России я точно не знаю, можно будет подочнить. Значит, вот такая вот красивая, оригинальная сумочка. И вот такие вот коробочки. И вот еще. Вот так вот это все выглядит. Сейчас я вам покажу главное изделие. Это кольцо. Она выполнена в виде граната. Сейчас я вам покажу. И сами камушки тоже гранат. Это натуральные камни. Вот я им сказала свой размер. Они мне вот подобрали. А здесь серебро 925-й пробы. Тут стоит вот клемма мастера. Такое вот оно красивое. Так вот смотрится на пальчики. Очень красиво. Лично мне все это нравится. Вот. Продолжу дальше наше видео. Покажу сами сережки. Вот здесь вот они находятся. Значит. Вот так вот они завернутые. Сейчас даже при вас их одену. Это мои весельки сниму пока. Вот. Я вот спиртик приготовила баточку. Сейчас вытру. Легенькие. Тут серебро, девочки, 925-й пробы. Я думала, что они будут тяжелыми. На самом деле нет. Они такие аккуратненькие, маленькие. я редко-редко как-то для себя покупаю такие украшения. Тут вот просто не смогла остановиться. Все, защелкнула. Смотрите, как она вам подходит. Думаю, что подходит. Буду я их носить просто с удовольствием. Еще хочу обратить внимание, девочки, что здесь стоит персональная пломба самого мастера, поскольку все это изготавливается индивидуально. Вес вот этого кольца и этих сережек 24 грамма. Это чистого серебра. Сами камни это гранат. Вот натуральные камни граната. И само изделие тоже рисунок в форме гранаты выполнено. Сам гранат олицетворяет плодородие, благополучие. Я почему-то с этой точки зрения их выбрала. Думаю, что мне они подходят. Я от всей души буду каждому из вас рекомендовать этот магазин. Вы знаете, что у себя на канале здесь в ютубе, что на своей странице в инстаграме. Вот очень многие приходят на рекламу, очень многие пишут лали, сделайте нам рекомендацию. Но если честно, я рекламирую только свою продукцию. В чем я уверена сама лично. А здесь лично качество и качество и сама оригинальность мне очень подошла. Я этому очень рада. И что самое главное, хозяйка этого магазина, моей дочери Ане, положила вот такой кулон в подарок. Смотрите, какая красота. Такой кулончик. Она выполнена в виде книжечки. маленькая книжечка. Даже тут 3-4 листа получается. Так, если посмотреть. Вот. И это не просто кулон. Так. Так вот открывается. Вот. Значит, получается тут 4 листочка. Вот так вот. Здесь молитва. Господи, как трогатель. Здесь молитва. И молитва это написано на грузинском языке. Поскольку я православная, здесь молитва отче наш. Мама отче вену. Те, которые смотрят мой канал грузины, грузинки, скорее всего, меня поймут и поймут значение этого молитвы. Хотя я знаю, что у каждой молитвы не важно, какой веры, какой нации. У каждой молитвы ведь есть своя сила. Я так хочу, чтобы когда дочечка будет носить этот кулончик, чтобы оно принесло свое благословение. что ли. И я также хочу, когда вы будете заказывать именно в этом магазине вот такие вот прекрасные изделия, что бы вы ни выбрали, чтобы вы это носили с удовольствием, чтобы все это пошло во благо. Конечно, Аня обрадуется, она очень любит серебро. Я лично люблю все золотое, люблю вот эти вот висюльки, вот я без них просто не могу. Хотя они тоже неудобные. Вот многим нравится, многие пишут, Лали, где вы их покупали? Потому что таких изделий очень много, но именно в таком исполнении найти очень трудно. Я вот сколько магазинов обошла, хотела еще такие же купить. Ну, думаю, для страховки. Потому что бывает так, что вот утром я просыпаюсь, хоп, они между собой перекрутились, их невозможно разъединить, они тут перекручиваются, как будто бы кто-то их специально на узел завязал. А потом бывает так, что вот иду купаться, да, я их забываю снимать, они тоже вот пару раз их ловила, так что они просто слетели, вот чуть ли не ушли в сливное отверстие, тоже ловила кое-как, так что думаю, если одна пропадет, то пусть даже будет второй на замен, так что я их, во-первых, не снимаю, поскольку они удобные и с другой стороны очень-очень капризные, но у этих сережек, почему я именно ношу такие сережки, у них есть тоже, не знаю, своя такая история, если хотите, я вам сейчас об этом расскажу, в общем, когда мы были маленькими, я помню, что я была в классе во втором или в третьем, даже не могу вспомнить, как раз мои двоюродные сестры, им сделали прокол в ушах, они носили сережки золотые, и мне тоже так этого хотелось, так хотелось эти золотые сережки, что это вот просто вот ходило умирало, а тут мне мама поставила условия, Лали, если ты конец года закончишь на одни пятерки, поскольку я была отличницей, если ты закончишь на одни пятерки, то я лично сама поведу к тетеньке, которая была нашей соседкой, и она также теперь делает прокол в ушах, ну, конечно, это меня мотивировало, конечно, я мечтала, когда же наступит лето, конец года, знала, что я и так на пятерке иду, вот тут вот уже наступил конец года, естественно, у меня оценки были хорошие, и, конечно же, я своей мамой не дождалась, в этот же вечер, как только уже я бежала домой с дневником, дневник бросила, портфель где-то вот положила, и тут же бегом к этой тетеньке, и вот я ей говорю, эту тетю звали наша соседка, она сейчас скорее всего пока еще живет в Абхазии, буквально недалеко жила от нас, через 2-3 дома, прибегаю к ней со своей двоюродной сестрой, и говорю, тетя Мадаша, Мадаша я звали, если кто-нибудь помнит нашу соседку, тетю Мадашу, из моих подписчиков, я хочу передать ей лично привет, Дарья, Дарико, я рассказываю про твою маму, если ты увидишь это видео, я помню, как я прибежала к ней, говорю, тетя Мадаша, вы знаете, мама разрешила мне сделать, носить сережки, вы мне сделаете прокол, она такая встала, точно тебе мама разрешила, я говорю, да, я говорю, вам честно, говорю, точно разрешила, ну ладно, смотри, чтобы не обманывала, короче, она меня завела в комнату, обработала мои ушки, но я помню, знаете, чем она обрабатывала, и в виде анестезии, что было, она-то спиртиком обработала, взяла крапиву, и крапивой мои ушки так вот отерла, чтобы я боль не чувствовала, и все, я дальше ничего не помню, она мне говорит, все, ты свободна, можешь идти, я трогаю, такая счастливая, смотрю, а сережки, кстати, я купила у мамы в магазине, долго-долго копила я на эти сережки, сережки были такие простые, обычные, не золото, не серебро, такие копеечные, по тем временам они стоили, не знаю, сколько рублей, но очень много девочек их носило, поэтому я на них смотрела и тоже, ну думаю, раз оденусь, значит и мне можно, как раз у мамы в магазине продавались такие сережки, я копила на них денежки, вот то, что мне папа потихонечку давал, и вот когда была другая сменщица, не мама, а другая сменщица, я к ней пришла и вот говорю, тетя, продайте мне вот эти сережки, мне надо, естественно, она тоже была против, как это ребенку продать, такие дорогие сережки, но все-таки они дорогие какие-то были, но из-за того, что она не могла мне отказать и моей маме отказать, я говорю, пожалуйста, не говорите маме, я хочу делать прокол в ушах, в общем, эта тетка меня тогда поддержала, мамина напарница, вот, и та тетя, которая тоже сделала мне дырочку, тоже меня поддержала, поняла, но проблема оказалась потом, выявилась потом, во-первых, когда я пришла домой, я-то уже в сережках, тут стемнело, я, конечно, не дождалась мамы, пошла, искупалась и как ни в чем не бывало, легла спать, вот, конечно же, мама пришла с работы, в первую очередь спросила, где я, вот, пришла ко мне, я, как ни в чем не бывало, подхожу к ней, вроде бы там мамулечка, обнимаю, а ты что, говорит, заболела, я говорю, мама, у меня что-то голова пыли, знаете, так, голова пылет, и тут она увидела, конечно, эти весельки, и как меня отлупили, как меня побили, девочки, вы не представляете, ну, отругали хорошо, во-первых, из-за того, что без спроса, это раз, без спроса, из-за того, что я сережки купила, это два, и в-третьих, она говорит, что, вот, могла бы подождать, я, я хотела это делать не так, а вот по-другому, что, ну, тут-то я сама хотела, она же мне говорила, Лале больно будет, смотри, то-то что, я героиня, пошла вообще ни в чём, как ни в чём не бывало, вот, ну, проблема-то потом оказалась, то, что это, тётя Мадаша мне дырочку сделала, не там, где положено, а чуть выше, выше, чем, выше, чем надо было, и у меня с тех пор проблемы с тем, что я не могу носить серёжки, если у них ушко такой вот маленькое, видите, вот, коротенькое, они как будто бы вот прям прилегают, вот так вот, такое ощущение, я всю жизнь этим мучаюсь, вот, это как будто бы дырочка наверху расположена, вот, именно по этой причине, вот, сколько себя помню, я ношу вот такие вот серёжки-весёльки, я их одела и пошла, во-первых, они и удобные, и хороши тем, что, вот, не надо защелкивать, поскольку дырочка у меня наверху, вот этот, вот этот такой английский замочек, не всегда подходит, но в этот раз, слава Богу, они подошли идеально, я даже, не знаю, я даже не один, ну, не ожидала, что так будет, вот, так что, вот такую вот я маленькую свою историю вам рассказала, вот, мои дорогие, значит, как я обещала, каждое моё видео, которое будет выходить на моём канале, здесь, в ютубе, будет проходить как виктория, ну, вы знаете, да, я уже это не раз говорила, вот, значит, в этот раз я что хочу придумать, я хочу также среди вас выбрать одного победителя, среди тех, кто напишет правильный ответ в комментариях, кто досмотрит это видео, во-первых, до конца, поставит лайк, вот, напишет в комментариях, обязательно подписка должна быть на канал, и нужно, вам нужно будет написать в комментариях, каким был мой секрет, почему я именно ношу вот эти вот, вернее, вот эти серёжки, вот именно вот такого типа, вот типа вот таких вот весёлек, они вот с таким английским замком, мне так, конечно, эти серёжки нравятся, поскольку я просто, не знаю, так ждала, пока я их получу, я их буду носить, вы ни разу видите мои рецепты, вот именно вот в такой комбинации, но я одного из вас также хочу порадовать, и того, кого я выберу, кто подробно ответит на мой вопрос, вот так, чтобы всё было разложено по полочкам, вот услышал мою историю, вот тому человеку, кого я выберу, от себя подарю 5000 рублей, и пусть вы на эти деньги, именно на этой странице, можете купить для себя любое изделие, которое вам понравится, в общем, я вам, одному победителю, я подарю сертификат на 5000 рублей, мне кажется, это даже неплохо, и на самом деле, оно того стоит, поскольку вы также всё это будете носить с удовольствием, думаю, что Анютка будет этот кулончик носить, она ещё не видела, я её покажу, бывает так, что вот в ювелирный магазин приходишь, сейчас всё же это как, на каждом шагу, господи, приходишь, такой выбор большой, вот из тысячи изделий ты не знаешь, что выбрать, а тут у них на странице, во-первых, очень удобно тем, что хозяйка магазина этого отвечает быстро, сразу, там, если какой комплект нравится, она тут же и фоткает, ну как видеообразец присылает, так, чтобы вы со всех сторон всё это разглядели, и вот только с вашего позволения всё это высылается курьером, значит, курьерская доставка у них бесплатная, по России, бесплатно, вот у меня даже и то платная доставка, да, вы знаете, что мы свою продукцию отправляем платно, ну вот, мои дорогие, сегодняшнее моё видео было таким, спасибо, что были со мной, я каждому из вас желаю всех благ, здоровья, и обязательно жду вас на нашем канале уже при следующем видеорецепте, обязательно что-то будет новенькое, интересненькое, и не забудьте подписаться на мой канал, поскольку каждый видеорецепт будет сопровождаться подарками, викторинами, я хоть немного, но хочу каждого из вас радовать, все, всем пока-пока, пока-пока,